welcome to marina k класс добро пожаловать на мой виртуальный урок приветствую старых и новых подписчиков благодарю за ваши лайки комментарии доната и желаю всем прекрасного настроения на уроке знакомимся с английской грамматикой просто понятно практично и сегодня мы продолжаем работать с наречием а конкретно со степенями сравнения в наречиях да да у наречия как у прилагательного есть степени сравнения сравнительная степень когда мы сравниваем два предмета и превосходная степень когда этот предмет самый-самый из всех которые только могут быть и правило здесь точно такое же как у прилагательных если наше наречие короткое односложное нам помогают суффиксы r для сравнительной степени и s для превосходной степени fast faster the fastest быстро быстрее и самым самым быстрым способом многосложные наречия образуют степени сравнения так же как и прилагательные с помощью помощников слов которые становятся перед ними в начале это может быть для сравнительной степени more less и для превосходной степени the most the list например more easily most easily less carefully list carefully сразу возьмите себе на заметку что если мы образуем наречие от прилагательного с помощью суффикса li либо у короткого наречия образуем степени сравнения с помощью суффиксов r и s и в нашем слове на конце есть буква y то y после согласной только после согласной заменится на букву i при этих образованиях получатся easy s был согласной why на конце why поменяли на i easily happy та же история happily early earlier the earliest несколько наречий могут образовывать степени сравнения двумя способами возьмите это тоже на заметку often может быть классический вариант через суффиксы а как у многосложного с помощью слов oftener oftenest more often most often quickly quickly the quickest more quickly most quickly most quickly и slowly slower slowest more slowly most slowly так же как и у прилагательных у наречий есть исключения куда без них но прежде чем перейдем к исключения давайте сакцентируем наше внимание на том что good это прилагательное хороший а well это наречие хорошо а вот с bad все нормально bad плохое badly плохо и так исключения well better the best badly worse the worst far так же как у прилагательного два варианта и практический совет для перевода на русский язык превосходной степени если у нас предложение наречие превосходной степени стоит с оборотом с предлогом of или подразумевает этот оборот предлогом of то при переводе добавляем местоимение всех лучше всех хуже всех правильнее всех и так далее he came the latest of all он пришел позже всех обратите внимание на скобки артикль d мы можем опустить и саму конструкцию of all тоже можем опустить но она подразумевается и перевод позволяет нам добавлять слово всех когда предложенный оборот сов отсутствует и не подразумевается тогда в переводе появится слово всего i come home latest on mondays я позже всего прихожу домой по понедельникам в шпаргалке на пятиминутке я расскажу о некоторых особенных наречиях которые часто путают с прилагательными и о некоторых моментах с которыми вы можете столкнуться на практике поделитесь этим видео с другими нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе всех новых видео а я с нетерпением что у вас на следующем уроке обязательно подготовлю что-нибудь интересное и полезное бай